Здравствуйте, дорогие друзья! Это вот те гортензии, которые вернулись мне в посылке. Две недели они пробыли в тёплом помещении, на почтах где-то, да? И вот посмотрите, в таком состоянии приехали. Но мне хочется ещё один ролик запишу на эту тему, что не стоит кого-то судить. Всё-таки у каждого разная жизненная ситуация. И тут мы живём, тут что-то может случиться. Может быть, попозже сейчас расскажу свои наблюдения над этими гортензиями, что и как. Ну и потом порассуждаю на эту тему. Я думаю, кто захочет, досмотрит, расскажу немножко свою историю, расскажу как раз всё вот эта вот ситуация, да, напомнила мне, что насколько жизнь человеческая может быть на каком-то волоске. Ну и расскажу своему мужу немножко, как так всё получилось, что, в общем, человека не стало 43 года, понимаете? Вот. Я старшего мужа своего на 4 года, и до сих пор говорю всё, как бы, знаете, я всё время говорю ещё «мы». Я стараюсь говорить «я», понимая, что как бы уже всё на мне, но всё, что было в прошлом, всегда говорю «мы». Ну, в общем, да. Давайте про гортензии потом вот этот вопрос решим. Потом, кто захочет, значит, досмотрите до конца. Смотрите, я вам говорила о корешках гортензии. Говорила, что у них есть корни якорные, на которых держится, вот как дерево стоит, да, вот по кроне дерева, у неё корневая система. Это толстые корни якорные. Так, есть корни проводящие, потом вот к этим якорным основным толстым стволам проводящие корешочки и белые всасывающие корешки. Вот смотрите, как только эти гортензии пробыли в тепле 2 недели, температура поднялась, смотрите, верхушки проснулись, пошли, видите, в рост, и корешки пошли работать. Вот я сейчас вам покажу, смотрите, насколько вот эти вот белые корешочки, которые, они не живут всегда, если бы вот эти белые всасывающие жили бесконечно корни, тут был вообще клубок неимоверно какой. Они постепенно отмирают, питая вот эти проводящие и каркасные или вот эти якорные основные корни. Смотрите, потеплело, и эти все белые корешочки, как стала гортензия обрастать. Вот проводящий корешок, видите, вот он, и белыми начинает такими вот полосочками. Видите, вот каждый-каждый, причем саженец, видите, все они в этих беленьких корешочках. Вот якорный корень, видите, вот он толстый, сохраненный, светлый такой этот корень, вот он. Хотя зимой, когда я их доставала, они такие были как бы коричневые. Ну, видите, жизнь в них пошла, пошло сокодвижение, пошли вырастать вот эти всасывающие корешочки. Смотрите, поэтому, как бы я не ботаник, но я опять же предполагаю, когда говорят, идет, что такое сокодвижение. Вот посмотрите, сокодвижение идет, начинает, земля начинает оттаивать, начинает она теплеть, и вот эти вот, видите, корешочки начинают работать, начинают они тянуть влагу из грунта и идет по стволикам, по корешочкам, по стволикам, и начинается набухание почек, да. Видите, вот их, их удел. Зимой они, эти корни, замирают. Хотя я заметила, те вот гортензии, которые стояли у меня в парнике, я же, как вы знаете, любитель туда-сюда тягать эти корни, я заметила, что они растут. Вот у некоторых гортензий, допустим, не до конца был оплетен ком. Они росли буквально до самых морозов. Теперь, ну, вот этот, вот и этот, допустим, сажили, смотрите, да, я достала, я их по коре знаю, где какой сорт, поэтому. Так, вот этот, смотрите, так же. Вот именно, вот эта гортензия у меня зимовала, стояла в моем парнике, ни снегом, ничем не присыпана. Вот, нет, один раз я их снегом присыпала, я вам говорила, все, засыпала снегом один раз. Потом они растаяли, и, смотрите, они довольно тяжелые. Вот, смотрите, видите, некоторые говорят, что там что-то нужно не поливать, что что-то тут засушивают. Смотрите, они у меня, этот снегом был засыпан, снег растал, промочил весь ком. И перед зимовкой я их обильно пролила водой. Они у меня не сухие, потому что, как только корни еще работают, я вам говорю, был на улице морозик. Вот тут вот верхушечка приморожена была, а корешки работали. А когда тут сухо, ну, в общем, сами понимаете, ну, сухо, значит, сухо. Так, вот этот стоял просто на улице. Вот эта вот гортензия, она у меня стояла на улице под кучей снега. Когда у нас вот перед Новым годом снега, как бы, снега было много, на Новый год у нас в Беларуси снег растал, да. Весь этот снег впитался в этот ком. Вот посмотрите, какой тут влажный грунт. Он не мокрый, он не течет, этот грунт, потому что лишняя влага уже уходила при оттепеле. Видите, но она была при снеге, там куча, я не знаю, сантиметров сорок снега на нем было. Все это растало из стекла. А потом я уже поставила их в парник, и он был полностью ком заморожен. Я даже не могла с горшочков достать. Вот такой, смотрите, те же самые процессы. Видите, белые всасывающие корешочки. Я вот достала из горшочка, и видите, как они, как ежики, ежики ищут грунт. Вот это стояла гортензия. Это стояла полностью в парнике. Ой, ручка моя упала. Смотрите, это стояла полностью в парнике. Видите, вот о чем я вам говорю. Белые всасывающие корешочки. Но теперь давайте разберемся. Некоторые говорят, ком я не разбираю. Получила вот этот вот ком, да, получила, у земли усадила. Особенно показательно видно вот на этом саженце. Смотрите, поэтому кто со мной, кто как бы смотрит, как мои растут гортензии, развиваются. Смотрите, вот ком, там вот эти вот якорные корешочки. Видите, вот эти якорные корни, которые такие самые толстые. Ну вот самый-самый тут толстый, где ты. Вот я его чуть-чуть как бы нарушала. Вот смотрите сюда. Он в горшочке по 9. Смотрите, что он сделал этот корешочек. Вы видите, что он растет кверху. Потому что где-то тут был полив нижний у некоторых, да, нижний полив они стояли. Смотрите, он рос, этот корешочек, там, где был сухой ему воздух, нижний полив. И этот корешочек, видите, куда пошел. Если мы получаем, вот особенно вот эти паны, которые мы получаем, такие там вообще-то настолько ком, которые в П-14 называется, по-моему, да, в 0,8, вот, в литровых горшочках, там настолько корни эти переплетены. И вот смотрите, как растения, там, ком этих якорные корни, они должны держать нашу крону, и они должны быть направлены, да, не куча сбитая, куча мало, а они должны быть направлены в какие-то. И если мы, ну, некоторые так расчесывают, раздирают этот ком, потому что там действительно бывает невозможно. Но вот смотрите, в моем случае, вот в этом, вот, видите, я направлю, вот он вверх растет, видите, корешочки, якорный беленький корешочек, и он вверх туда, туда вот растет. А что я должна сделать? Я должна его, но я не буду раздирать, вы понимаете, что он идет вверх. Видите, я должна его пересадить, но я пересажу, покажу вам. Сейчас уже раздирать не буду, да, я расправлю эти корешочки, и расправлю их, и пересажу в больший объем, и они уже у меня будут расти вот так, как положено держать, как якорь, якорь вглубь, да, якорные корни, а тут он у меня вверх растет. И все, и если мы вот так не нарушаем ком, все эти корешочки вот тут вот якорные, эти остаются, и тогда растение плохо развивается, и сетуем, почему же оно у нас не растет. А вот тому и не растет, что мы неправильно, во-первых, их посадили, да. Ну, я говорю, я не биолог, но я наблюдаю за своими растениями, это мои такие, мои такие выводы. Видите, все, вот тут вот корешочки, и все мы потом с вами вместе, я буду показывать, потому что сын мне уже наконец-то подключил подсветку, и я могу где-то снимать эти растения. А так я еще ничего не робила, посадила только там бегонии пару штучек. Вот, вот такой корешочек. Ну, и тут, в принципе, все такие, да, видите, везде, 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 везде. Поэтому, когда получили мы саженцы, вот, и нарушаем ком. Если у нас оборвался вот этот беленький всасывающий корешочек, это, ну, знаете, вместо такого корешка, как говорят, так, змей, горыныч, у кого там головы, если отрубаешь, то больше голов растет. Вот, так же и с этими корешочками. Если мы нарушили вот эти белые всасывающие корешочки, их пойдет еще больше. Видите, они там и в глубине, вот эти корни. Видите, я вот сейчас тут оборвала, видите, в глубине вот эти вот корешочки, да, вон там, вот, видите. Видите, а если мы получаем, особенно вот эти импортные саженцы, дорогие, которые у меня тоже в этом году есть, некоторые сорта, я просто не показывала пока, они вообще приходят с настолько забитой корневой системой, и вот эти вот корешочки, а мы еще какие-то манипуляции делаем, то корневая система просто задыхается. То что-то кто-то боится поливать. Смотрите, я их не поливала, они у меня были в условиях улицы. Вы видите, что корнями белыми не обрастают, они тяжелые. Они вот, видите, какие тяжелые, полностью смочен ком земли. А вот когда я их уже пересажу, вот он у меня мокренький, тяжеленький, когда я пересажу, направлю, направлю все вот эти корешочки, вот вокруг я сделаю рыхлый грунт, рыхлый такой, ну вот такой же, как я черенкую гортензии, как я вам показывала, чтобы он был дышащий, легкий, да, а вот эти корешочки мы туда все направим. В общем, и тут, смотрите, вот этот ком, вот как он был в парнике, только снегом один раз он был засыпан, да, вот каким-то, а при оттепле растал он немножко легче. Это было вообще, говорю, на улице, он очень тяжелый. Видите, что все корни, потому что некоторые смотрят, или вы поставили, хранятся ваши гортензии в каком-то теплом, не знаю, подвале и не поливая. Вы видите, если там тепло, если там тепло, корешки начинают работать, им нет питания, они высыхают, и, естественно, будут высыхать вот эти вот стволики, да, высыхать будут верхние стволы, потому что у них нехватка, нехватка этой влаги. Еще если вот тут вот эти, да, корешочки, они даже, мне кажется, что даже зимой есть какой-то процесс. Дерево, мне кажется, растет всегда, пускай там, ну, мы же не говорим там о, 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 не знаю, тундра, или там где-то Антарктида, где все абсолютно замерзше. Если даже растения под снегом, но корни все равно же залегают на какой-то глубине, там нету промерзания метра там полтора, да, все равно корешочки слегка тянут вот эту влагу, потому что иногда говорят, нужен подзимный влагозарядный полив. А мы иногда, получая вот саженцы, мы там нечто, я не знаю, смотрю иногда на ютубе, нечто колдуют, нечто сушат, нечто совершенно ничего не поливают. Потом получается, корни же наши эти работают, верхушки получаются, ну, смотрите, верхушки получаются эти какие-то там сухие, там что-то там, ну, вот, понимаете, вот так. Вот, это я так размышляю и думаю. Это вот про эти корешочки. Теперь смотрите, значит, эти гортензии будем черенковать. Вот тут вот я ползала, ползала, отбирала там саженцы, отломала просто ветки, это гринлайт, поставила в воду, но они были пока не под подсветкой, просто на подоконнике. Были два длинненьких побега, вчера я таких разрезала ножницами, вот, видите, просыпаются, хотя, вы вот видите, какое качество этих веточек, это не, ну, как вам сказать, если вот тут вот полностью одревесневшие, то вот как бы сверху, смотрите, они даже светлой консистенции, да, вот видите, качество такое, светлая кора, вот, и эти гортензии вот такого качества очень хорошо будут укореняться вот с этими стволиками. Поэтому, ну, в общем, скоро, я так делала с крупнолистами в том году, в общем, с сбежавшей невестой, и в этом году тоже скоро покажу, что будем делать. Так, еще купила сегодня еще новый такой вот этот вот тазик свой, буду, так, буду петунию сажать, так, какой же еще вопрос ответить? А, и еще, смотрите, опять же, вопросы бесконечно поступают и поступают такие, что делать? Некоторые блогеры советуют, гортензии метельчатые первого года посадки не обрезать верхушки, а обрезать только через три года, наращивать корневую систему. Вот смотрите, вот гортензия, да, я вам только что вот это все рассказывала, видите, просыпается верх, просыпается этот низ, корни растут одновременно с верхом. Я вот этого вопроса вообще не понимаю. Иногда говорят, что тут вот сверху я обрежу, допустим, я буду обрезать вот тут, да, если тут не проснется. Почему оно не проснется? Оно может не проснуться в том случае, если вы оставили длинные побеги, верхушка проснется, потому что есть такое, как бы, в ботанике апикальное доминирование. Вот доминанта тут идет, сок тянет вот эта верхняя почка, она доминанта, она туда тянет. А если мы срезаем вниз всю эту веточку и низко хотим, доминанта у нас становится уже тут, да, не тут, вот это главное и важное. А важная доминанта вот тут, вот эта почечка, она даже сейчас я вот вижу, видите, смотрите, она вот сейчас наклюнута. Вот обрежь я так, обрежь я так, у меня выйдут за первый год толстые побеги отсюда. Чем меньше, тем меньше веток, тем ниже я срезала, тем толще пойдет ветки. А оставлю я вот эту веточку, да, вот эту веточку, отсюда вырастет, и она какая будет, естественно, она будет тоньше, вот на этой ветке, что стоишь качаясь, тонкая рябина, как я говорю. Да, поэтому, если, я вам говорю, мои зрители уже поняли, что мы должны, ну, мы ничего вообще-то не должны, что я обрезаю гортензии низко, они вырастают, хорошие, выдавая побеги. Кто советует вам повыше, в общем, посмотрите на их, зайдите на страничку, посмотрите на их гортензии, посмотрите, как они цветут, потому что, понимаете, мне кажется вещать на общую аудиторию, потому что люди доверяют, многие мне пишут, и, ну, на вайбер, там, да, или на какие-то, на ватсапы, пишут, что то, что показывают в интернете, на ютубе, многие доверяют и верят, но вот, понимаете, если вам кто-то что-то говорит о гортензии, зайдите на каналы, да, и посмотрите, как цветут у них гортензии, есть ли у них красивые кусты, гортензии, и тогда, я думаю, вы сами поймете, вы сами сделаете выводы, кого вам слушать, а кого не слушать, понимаете, я никого не призываю, слушай, як я, слушай меня, роби усё, як роблю я, да, но я вам показываю, что, в общем, всё показываю, и хочу, чтобы вы сами поняли, натолкнули, натолкнуть вас на мысль, чтобы вы сами до того дошли, да, почему мы делаем это низко, почему мы, что ещё как делаем, ещё смотрите, заглублять, не заглублять при посадке, когда растение маленькое, мы можем, ну, как бы, ну, не стоит заглублять, а потом, я вам говорю, вот этим слоем, не землёй тяжёлой, у нас во всех разные грунты, а при мульчировании, да, вот при мульчировании, мы тут засыпаем, ну, часто засыпаем, там, торфом, сосновым, перепревшим каким-то опадом, или сосновый этот опад, и получается слой мульчи, вот так вот всё выше, выше, и гортензия со временем даёт, вот эти вот корешочки, да, и я так, ну, вы видите, что, где воздух, больше воздуха, эти корешочки идут, идут вверх, и поэтому насильно, мне кажется, вот закапывать гортензию не стоит, но, когда мы замульчируем, там воздух, там хорошая такая среда, для этих корешочков, и они сами будут туда, как бы пробираться, и лезть, ну, и одновременно от стволиков, пойдут корни лишние, и она будет, как бы, кустик расширяться, вот это я считаю, это, это нормально, когда вот, ну, мульчой, и с годами, а когда малышатину, мы вот так вот закопаем, малышатину эту закопаем, то, ну, это мне кажется, что не совсем правильно, когда малыша глубоко закапываем, именно тяжелым грунтом, да, когда вот этот вот тут сверху происходит, слоем мульчи, так, я извиняюсь, махаю руками, это у каждого человека своя привычка, я говорю, кто совсем это раздражает, потому что некоторые пишут, раздражают мои руки, то раздражали красные ногти, сейчас розовые, блестящие, так, так, теперь давайте поговорим о смокот, который вот спрашивают, который вы закладываете в эти, в эти горшочки, кто пишет в комментариях, пишу, смотрите, именно вот в этих горшочках, у нас смокот, такой маленькие шарики, это смокот будет блюм, 3-4 месяца, по-моему, вот такой смокот, в зиму, он не действует, есть разное поколение смокота, есть нового поколения, из старого смокота, старое поколение, зимой он уже не действует, в принципе, он как бы, ну, не портится, а срок его использования исходит, а есть смокот, который, смокот экзакт стандарт, это уже новое поколение, они подороже, они есть 5-6 месяцев, вот я эти, такое удобрение я закладываю в горшки свои на улице, потому что они больше вегетируют, вот они могут зиму пережить, тогда смокот не действует, а только при повышении температуры из них снова, ну, из этих вот гранулах, снова выделяются вещества, и снова начинаются питать растения, но это только у тех подороже, поэтому иногда вот мы смотрим, почему цена дороже у смокота, почему цена дешевле у смокота, это уже другое поколение, вот сейчас я тут показываю, где-то буду показывать, что шарики прям так лопаются, да, это смокот Блюм, 3-4 месяца, они уже свое отработали, а смокот экзакт стандарт, есть 5-6, есть вообще до 9 месяцев, которые действуют, но он только действует, но это почитать можно в инструкции к смокоту при повышении температуры, температура низкая, он там не растворяется, температура повыше пошла, и он начинает действовать, в общем, поэтому, дорогие друзья, вот, если в череночке, можно добавить и 3-4 месяца, во-первых, он подороже, это Блюм, им хватит такой период, ну, в общем, подрасти, на следующий год, чем дорого туда закладывать, их все равно нужно растребушивать, этот вот ком, да, земляной ком растребушивать, и, в принципе, уже даже теряются вот эти гранулки, а если вот вы уже заложили во взрослое растение, которое растет в горшке 5-6 месяцев, или там есть 8-9, по-моему, месяцев, то оно и через зиму, перезимует, ему ничего не случится, через зиму, при повышении температуры, ну, для такого, чтобы уже корни сосали, и высасывали этот, ну, как бы, питательные вещества, при повышении температуры, когда потеплеет грунт, оно снова начинает действовать, и свое действие продолжает, в общем, дорогие друзья, что хотела сказать, ну, и еще хотела сказать, видео было это очень длинное, я его чуть-чуть сокращаю, вот, это было, вот, саженцы к этой женщине, я не имею абсолютно никаких претензий, потому что каждого человека может случиться, я не знаю, что случилось, я не знаю, что произошло, но, видимо, какие-то обстоятельства, что просто она не забрала, это единичный случай, и это было не осуждение человека, а то, что забирайте побыстрее саженцы, потому что, видите, в теплых условиях они могут прорасти, и вы видите, как вершочки и корешочки растут, в общем, до новых видео!